Лекция целая Ольги Александровны. Как вообще родилась эта идея? Она давно у меня, последние два года, наверное, я эти планы вынашивал. Я очень хотел, чтобы именно организаторы здравоохранения выступили и в таком виде, в таком формате поучаствовали в нашей детской онкологической секции. И я вам даже больше скажу. Вот ровно год назад на предыдущем форуме, на четвертом форуме «Белые ночи» у меня появилась такая мысль, я стал задумываться, а понимают ли вообще руководители здравоохранения, в частности, онкологических и детских онкологических отделений, учреждений, медицинских организаций, неважно какого масштаба, что такое управление вообще. И вот ровно год назад я провел такой, и в рамках этого форума, и в дальнейшем спрашивал при встречах со своими коллегами, вообще руководителями разных уровней, медицинских сестер опрашивал, и заведующих отделением, директоров центров. Я задавал им вопрос, что такое управление. Поскольку это были такие устные беседы, они, конечно, на медико-социальное какое-то, на социологическое исследование, они не претендуют, я вам проценты не привожу. Но могу вам сказать, что, как я и ожидал, большинство людей на этот вопрос ответить не смогло. То есть люди, фактически руководители, не понимали, чем они занимаются. Но если мы спросим большинство хирургов о том, что такое хирургическая операция, то, скорее всего, большинство хирургов вам на этот вопрос ответит. Мы все помним это определение из школьного учебника, вернее, не из школьного, из курса обучения нашего, из учебника по хирургии. И вот сложилась такая, на мой взгляд, для меня лично парадоксальная ситуация, потому что люди фактически занимаются тем, в их должностные инструкции входят обязанности, которые они вообще не понимают. Они не знают, чем они занимаются. Если они не знают, чем они занимаются, шанс на то, что они будут заниматься своими, выполнять свои какие-то возложенные на них обязанности успешно, он, в общем-то, не такой большой, как нам бы всем хотелось от этих людей видеть не такую хорошую результативность, они покажут. И вот когда я стал сам в этом вопросе разбираться, я нашел такие несколько определений. Больше всего мне понравилось вот это. Оно такое философское, и оно простое для восприятия. Оно очень точно, в самом общем смысле, нам иллюстрирует, что такое управление. Деятельность субъекта по изменению объекта для достижения некоторой цели. Правда ведь хорошо сформулировано? Но сформулировать это даже своими словами большинство руководителей не смогли. Они, некоторые, начинали задумываться, потом они раздражались, они не понимали, что они хотят. И они считали, как мы в устных беседах с ними это обговаривали потом, они считали, что они вообще не должны думать о таких мелочах, что такое управление. Что скажем, то и будет управлением. Мы директора, мы великие старшие сестры, мы великие заведующими отделениями, что хотим, то и делаем. Но на самом деле это не так. И это порождало и порождает очень серьезные проблемы, главной из которых, на мой взгляд, является то, что все эти люди, ну большая часть этих людей ставили личное выше общественного. Мы очень часто видим, и я видел это на протяжении своей карьеры, и многие из вас наверняка видели, что у нас многие люди в разных сферах, на разных уровнях решают вопросы очень легко. Этот хороший, мы с ним дружим, этот плохой, он нам не интересен, ничего подобного. Так к делу относиться нельзя. Потому что управление это ведь процесс. Это процесс прогнозирования, планирования организации, мотивации, контроля, необходимые для того, чтобы сформулировать и достичь цели организации. У каждой организации есть цель. И цель руководителя, как раз понимать цель организации, сделать так, чтобы его деятельность была направлена на достижение не своих личных целей, а все-таки цели организации. Потому что он поставлен отделение, неважно какого масштаба мы берем уровень, потому что он поставлен кем-то из вышестоящих, назначен на должность, как пишется в официальных письмах Минздорава, просим там что-то сделать, в условиях вверенной вам организации. То есть общество, государство, власть доверила ему управление каким-то объектом, социально значимым в нашем случае объектом, потому что если мы говорим о медицинских организациях, это безусловно так. И общество, прежде всего, от руководителей здравоохранения ждет конкретных результатов. Мы все знаем, какие эти результаты, и Ольга Александровна сегодня рассказывала. И мы все. Поэтому лицо, которое создает мотивацию, оно заранее должно знать, что ему нужно сделать. И суть мотивации заставить другого сделать что-либо добровольно, по большому счету. Не принудить, а сделать что-либо добровольно. И вот в этой всей системе, в этой иерархии, которая у нас сложилась, в той системе ценностей, в которой мы живем, менеджер – это совершенно конкретное лицо, это управляющий субъект, который указывает управляемому, что ему нужно сделать. И вот на всех уровнях у нас должна четко прослеживаться вот эта цепочка, и вот эти принципы должны для достижения нужных нам целей, для повышения нашей результативности, они должны всегда выполняться. И вот когда я стал сам в этом во всем разбираться, и получал, потом проходил курсы повышения квалификации, в одной из специальностей по организации здравоохранения, я понял, что это очень и очень сложный, наукоемкий, наукоемкая такая дисциплина, сложная. И я вам могу рассказать, я на личности не буду переходить, но однажды мы были на одной из конференций, медицинные качества, на конференции ежегодной, которую проводит Михаил Беревич Мурашко, и ко мне подошел один из наших крупных руководителей, значимых фигур в детской онкологии, так скажем. У нас была секция, посвященная детской онкологии тогда, и он мне сказал, на секундочку, один из людей, которые лидеры нашей отрасли, он сказал, «Ты знаешь, вообще интересная наука, если во всем в этом глубоко разобраться, можно было бы что-нибудь хорошее придумать», это я вам дословно цитирую. Но вообще в нормальном обществе мы можем себе представить цивилизованным, подходит человек, который столько десятилетий отработал, и говорит, а теперь нехорошо бы об этом разобраться, ну знаешь, времени нет, как-нибудь потом кто-то другой. Кто нами руководил вообще? Что это такое? Ведь это же недопустимые вещи, на мой взгляд, и не надо бояться об этом говорить, потому что мы должны переломить это отношение к тем процессам, которые у нас происходят, воспитать новые поколения, которые идут уже за нами, для того, чтобы они могли как-то изменить вот эту, ну сложную, наверное, ситуацию. И мы должны помнить о том, что мир и медицинские организации, которые в этом мире существуют, они меняются всегда. Каждый день в той или иной степени происходят какие-то изменения, в лучшую или в худшую сторону, неважно. И мы должны помнить, что все перемены, они порождают проблемы. Неважно, какие перемены, положительные, отрицательные, они порождают проблемы, потому что во всем мире происходят вот эти проблемы, они приводят к некоторым сбоям в системе, а любая система, она состоит из подсистем. И у нас начинаются вот эти изменения подсистем, которые не происходят синхронно, они всегда происходят асинхронно, если глубоко вникнуть в эти процессы. И происходит тогда дезинтеграция той большой общей системы, которая из этих подсистем подстоит. Эта дезинтеграция представляет собой проявление этих проблем. Поэтому анализ любой проблемы должен выявлять сбой, вызванный изменением. А проблема требует решения. И любые решения порождают новые изменения. То есть рассогласование системы, которая приводит к новым проблемам. Получается замкнутый круг. Но из этого круга есть выход. Потому что управление – это решение существующих проблем и подготовка к решению очередных проблем. Поэтому, наверное, можно сказать, что талантливый, опытный руководитель, тема отличается от всех остальных, что он может предугадывать те проблемы, которые неизбежно возникнут завтра, послезавтра, неважно когда. Это минимизировать последствия от их проявления или предотвратить их в большей или меньшей степени. Понятно, что полностью их предотвратить нельзя, это невозможно. Но быть готовыми хотя бы к этим проблемам – задача любого человека, кто занимает, наверное, руководящую должность. Это неважно, кто это – старшая сестра, заведующая отделением или директор института. Поэтому основная функция менеджмента, она и заключается, по сути дела, в управлении изменениями. И основная задача менеджмента – это сделать организацию результативной и эффективной в ближайшей и долгосрочной перспективе. И при этом важно не смешивать эти понятия эффективности и результативности, потому что это разные понятия. Они направлены на достижение одной цели медицинской организации, но понятия эти разные. К сожалению, вот мы когда говорили, беседовали с людьми в частных, в дружеских беседах, большинство не хотело, конечно, вникать во все эти вопросы. Для людей это было сложно. Они, собственно, не имели и соответствующей подготовки. Но хорошо уже то, что когда мы стали об этом говорить и на конференциях выступать, то люди поняли, что действительно надо что-то менять. Это побудило их к тому, чтобы начать вникать, может быть, глубже или по-другому смотреть на свои должностные инструкции, стараясь достичь той эффективности, о которой результативности, о которой мы говорим. Если уж так посмотреть широко на этот процесс, во многом тут, может быть, перекликается с тем, что Ольга Александровна говорила, но функция любой организации – это производство, администрирование, предпринимательство и интеграция. Неважно, о какой организации мы говорим, в той или иной степени адаптировать и переложить вот эти функции организации можно и на любую медицинскую организацию, потому что они вот это так. Но и дефицит вот этих функций, то есть дефекты управления, как раз приводит к снижению эффективности и результативности этих организаций. И, наверное, задача высшего руководства медицинских организаций не только и не столько в том, чтобы разбираться в каких-то клинических аспектах и думать, какой протокол эффективнее, какой более эффективен, где там выживаемся больше, где меньше. Для этого есть заведующие отделением, есть врачи, есть научные сотрудники, вот это их задача – заниматься этим в большей степени. А руководитель организации все-таки должен как-то шире смотреть на это, он должен большее поле проблем, вопросов охватывать для того, чтобы вот эти возникающие спорные случаи решать. И надо всегда помнить, что менеджмент – это не люди, а процесс определения, корректировки и достижения цели, который лишь предполагает участие людей, при этом не всегда занимающие их руководящие роли. Мы должны помнить, что рабочие тоже выполняют управленческие функции в рамках своей ежедневной деятельности. Поэтому менеджмент – это не управление людьми, а взаимодействие с людьми для выполнения общей задачи. Я бы сказал это так, но и не только, и о тех классике менеджмента, о которых сегодня Ольга Александровна упоминала и некоторые другие. Вот об этом мы должны помнить, об этом мы должны все знать. И кто реализует все эти задачи? Всегда должна быть рабочая группа или рабочая команда, потому что вещи – это тоже разные. И я неоднократно наблюдал, когда выполняются какие-то задачи, действительно кто-то создает рабочую группу, а кто-то рабочую команду. И у них получаются разные результаты, действительно разные, как это ни странно, потому что команда и группа – разные вещи. Команда – это небольшое число людей, обладающих дополняющими друг к другу навыками, объединенных общей целью, задачами, одинаковым подходом к их решению. И производительность команды – это индивидуальные результаты и продукты коллективной деятельности. А вот производительность рабочей группы – это сумма того, что ее члены делают как отдельные работники, и они отвечают только за собственный результат. Поэтому для решения тех или иных задач должны быть разные подходы. Где-то должна быть рабочая группа, а где-то должна быть команда. Это такие общие мысли, которыми я хотел с вами поделиться, для того, чтобы вы тоже задумывались, потому что каждый из сидящих здесь в зале, по сути дела, является руководителем. Неважно, чем он руководит, но любой врач – это руководитель, он руководит лечебным процессом, как минимум, уж не говоря о людях, которые занимают более высокие руководящие должности, от решения которых зависит во многом судьба тех людей, кем они руководят. Поэтому, наверное, такие доклады тоже вызывают критические оценки. Кому-то они нравятся, кому-то не нравятся. Но мы должны все понимать, что руководитель медицинской организации – это уже не палатный врач. И заведующий отделением – это тоже не палатный врач. У него должна быть совершенно другая система ценностей и другая оценка того, чем он занимается, и другое видение своих задач, и своей результативности, и своей эффективности. Вот на этом позвольте закончить. Субтитры создавал DimaTorzok